В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вернуть прежний облик на Монастырской площади ведут археологические раскопки. Не остуди свое сердце, саровчан приглашают присоединиться к благотворительной акции. В поправке в законе о любительской рыбалке. Далее расскажем обо всем подробно. Чемпионат мира по футболу завершился около двух недель назад, а вместе с ним закончился и особый режим работы сотрудников Саровской дорожной полиции. Все инспекторы, которые были задействованы в работе на Мундиале, вернулись из усиления из столицы региона. И несмотря на то, что в командировке были большинство сотрудников, патрулирование дорог нашего города не прекращалось. О том, что произошло в Сарове за время мирового футбола, в нашем следующем репортаже. Несмотря на некое послабление водителям со стороны сотрудников дорожной полиции в период проведения чемпионата мира по футболу, саровские полицейские исправно работали по административной практике. Основной упор делали на те правонарушения, которые могли повлечь за собой ДТП с тяжелыми последствиями. Вождение в пьяном виде, выезд на встречную полосу, переход дороги в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. Не обошлось за это время и без аварий с пострадавшими. Необходимо отмечить случай, при котором пострадал ребенок. Значит, водитель, управляя автомашиной при движении в жилой зоне, совершил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть дворового проезда из-за стоящего транспортного средства. В результате ДТП ребенок получил телесное переждение в виде перелома голени. В отношении водителя начато административное расследование. Ну а пострадавшую еще несколько летних дней проведет на больничной койке. Еще одно происшествие случилось на улице Зернова в первый день июля. При развороте отправок к краю проезжей части водитель автомашины ВАЗ не уступил дорогу автомашине БМВ. В результате чего произошло столкновение. И как раз участники ДТП, они пострадали. По словам начальника Саровского ГИБДД, статистика за прошедший период вселяет уверенность. По сравнению с июлем 2017 года число нарушителей снизилось. Да и водители стали реже садиться за руль после шумного застолья. А это уже неплохо. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Восстановление Успенского собора началось весной 2016 года. А уже сегодня храм активно готовят к первому богослужению. Если все и дальше будет идти по графику, то пройдет оно 28 августа. В день Успения Пресвятой Богородицы. Какие работы уже выполнены и для чего на Монастырскую площадь приехала экспедиция археологов, выясняла наша съемочная группа. Успенский собор назвали одним из великолепнейших русских соборов. Он был настоящей жемчужиной Саровской пустыни. Храм в честь Успения Божьей Матери стал первой каменной постройкой обители, главным ее храмом. Сюда стекались паломники со всей России, потому что именно здесь находились мощи преподобного Серафима Саровского. Но в 1951 году храм снесли. И вот спустя почти 70 лет он вновь величественно возвышается над Монастырской площадью. Работ по выставлению храма осталось не так много. Купола уже позолочены, кресты на них установлены. Внутри храма завершаются штукатурные и шпатлевочные работы, монтаж полов. Нижегородские иконописцы расписывают в классическом стиле алтарную часть. Работа проходит быстро, потому что сроки очень короткие. Сюжеты стандартные. Успение Пресвятой Богородицы, введение во храм, знамение, покров Пресвятой Богородицы. Интересные работы проводятся и перед собором. Здесь начались археологические раскопки. Эти работы носят спасательно-охранный характер и станут первым этапом восстановления церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Наша задача состоит в том, чтобы точно локализовать это место, расчистить сохранившиеся фундаменты, определить параметры церкви, но и также изучить более древние культурные напластования, связанные с существованием, как я уже говорил, чуть выше, это Саровского городища 12-13 веков. Это был самый первый храм, построенный в Саровской обители, который воздвигли в 1706 году. А спустя практически 200 лет, в 1953-м, он был разрушен. По письменным источникам известно, что в северной части этого храма находились захоронения настоятелей, благотворителей и наиболее выдающихся монахов монастыря. Работы ведутся с особой аккуратностью, но по традиционной схеме. Когда есть мощный балласт 20-го века, образовавшийся в результате активной строительной деятельности, он, конечно же, снимается экскаватором или техникой, но обязательно с присутствием археолога при его контроле, чтобы глубже техника не заходила, не потревожила сохранившихся культурных напластований. После того, как техника убрала первый слой, начинается работа вручную. С помощью лопат и кисточек рабочие аккуратно расчищают площадь и находят сохранившиеся остатки фундамента, которые после изучения их специалистами лягут в основу плана восстановления церкви. Экспедиция только приступила к работам, поэтому если вы тоже хотите прикоснуться к истории и поучаствовать в археологических раскопках, у вас есть такая возможность. Более подробная информация по телефону 8 915 086 71 73. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Продолжение следует... Другая важная информация в подборке коротких новостей. Госдума приняла закон о передаче права на регистрацию новых машин компаниям-производителям и автодилерам. Продавцам автомобилей разрешат подавать документы в ГИБДД от лица владельца, проверять достоверность регистрационных данных машины, изготавливать государственные номерные знаки и передавать их клиенту вместе с автомобилем. Тариф на эту услугу будет устанавливать правительство России. Формально присваивать госномера будет по-прежнему ГИБДД, но только саму комбинацию букв и цифр. В эту субботу саровчане смогут совершенно бесплатно послушать хорошую музыку под открытым небом. 28 июля на Центральной аллее парка культуры и отдыха имени Зернова пройдет отборочный этап фестиваля Ю-235. Как сообщает сайт саров24.ру, с 3 до 5 часов вечера для саровчан выступят Илья Юрьев, Андрей Етунин и Ренат Чуваткин. В 17 часов начнется сольное выступление Стаса Деркача. С 6 часов вечера на сцену начнут подниматься музыкальные коллективы The Group, Шиншилла Спонж и The Line Break. В Словакии завершилось первое молодежное первенство Европы по бадминтону среди слабослышащих. В соревнованиях приняли участие 33 спортсмены из 8 стран. Наш город представляли два воспитанника молодежного центра Арсений и Павел Кудашкины. В напряженной борьбе братья завоевали бронзу в парном разряде. Ребят подготовила тренер Елена Точилина. В нашем городе продолжается благотворительная акция «Не остуди свое сердце». Впервые она прошла в 2004 году и с тех пор не прекращает свою работу. Организатор проекта Ольга Флотская смогла объединить предпринимателей, депутатов и просто неравнодушных горожан для того, чтобы оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается. В этот раз подарки собирают для ребят из теплого дома, круглосуточного детского сада и темниковского дома-интерната. Акция «Не остуди свое сердце» призвана помогать тем, в чей дом постучалась беда, и кто действительно нуждается в помощи – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Сегодня они, как никто, нуждаются во многом, особенно в школьных принадлежностях, также средства гигиены, игры, канцелярка, сувенирка, сладости, соки. В прошлом году в Сарове впервые стартовала всероссийская акция «Дети вместо цветов». Ее цель – купить от класса один букет учителю, а все остальные деньги, которые родители планировали потратить на цветы, перевести нуждающимся детям. Многие саровчане уже откликнулись на этот призыв. Я обращаюсь к родителям, родительским комитетам, чтобы участвовали в этой акции «Дети вместо цветов», потому что подарить ребенку-сироте капельку любви и нашего тепла – это по силам каждому из нас. Также для ребят можно принести вещи и обувь, как новые, так и бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Развивающие и настольные игры. Сбор вещей и продуктов проходит по адресу Проспект Музрукова, 22, Дом книги. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 951 908 18 52. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Проспект Музруков. Необходимо защищать родину от врагов и можно ли заглянуть в прошлое нашей страны. Ответы на эти и другие вопросы вместе с сотрудниками библиотеки имени Пушкина искали воспитанники детского спортивного лагеря в рамках тематической беседы, посвященной празднику Крещения Руси. Это в первую очередь история нашей Родины. Мы должны об этом знать и научить это знавательному моменту детей. Сотрудники библиотеки познакомили участников Крещения Руси через интерактивные игры, викторины и загадки. А об истории князя Владимира Красносолнышка ребята узнали из документального фильма. Князь Владимир пытался понять, какая же вера правильная, какая достойная, почитание. И вот он выбрал православие. Почему? Да потому что в этой вере говорится о правильности, само слово православное, правильности почитания Бога. Историю, которую поведал отец Владимир, стала для детей большим открытием. После познавательной беседы все ребята ответили на вопросы и продемонстрировали свои знания истории Руси времен князя Красносолнышка. Запрет на сети, платная основа рыбной ловли для иностранных граждан, ограничения для подводных охотников. В федеральном законе о любительской рыбалке произошли изменения. Согласно поправкам, теперь для рыболовов установлена и суточная норма улова. О всех тонкостях изменений и о том, как они отразятся на жизни саровских рыбаков, расскажем далее. На рыбалку, кроме удочки, теперь нужно брать и весы, так как при удачном клеве придется контролировать общий вес пойманной рыбы. Для каждого региона установлена своя квота на улов. Для Нижегородской области и Мордовии, которые входят в состав Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 5 килограммов в день – это верхний порог. Если люди приезжают на неделю, соответственно, у них получается, то есть это все суммируется, и 35 килограммов на человека за неделю, я думаю, что этого вполне достаточно. Но если, например, рыбаку посчастливилось поймать щуку на 8 килограммов, то ее придется либо отпустить и продолжить рыбачить, либо собрать снасти. На этом рыбалка в этот день для него закончилась. Ограничения направлены в первую очередь на восстановление популяции рыбы в водоемах. Когда люди мешками, ведрами, багажниками рыбу это вывозят, естественно, мы уничтожаем базу. Чтобы не превратиться в одночась из рыболова-любителей в браконьера, прежде чем отправиться на промысел, специалисты советуют внимательно изучить новые правила. Квота эта, она по большому счету, как инструмент регулирования браконьерства в воде. То есть, если человек по-честному ловит на разрешенные снасти, к нему никто никаких претензий иметь не будет, даже если он там наловил больше. Так что, собираясь посидеть с удочкой на берегу, нужно будет учесть множество факторов. Новые правила коснулись и ограничений на места ловли, снасти и запреты на вылов конкретных видов рыб. В Нижегородской области введен запрет на 9 пород рыб. Среди них форель, миноги, хариус, осетровые. 14 команд и практически 200 участников из разных регионов страны. Саров принимает первенство России по лыжероллерам среди юношей и девушек до 21 года. Первый заезд спортсменов прошел на лыжной базе. Во второй день соревнования переместились на улицу строителя Захарова. Ровно в 11 дня был дан старт гонки-преследования. Подробности в следующем репортаже. На соревнованиях высокого уровня уже давно применяются специальные автоматизированные системы фиксации старта и финиша каждого спортсмена. Благодаря таким датчикам на табло выводятся нужные данные и всегда можно отследить, не сошел ли спортсмен с дистанции, что особенно актуально при прохождении достаточно протяженной трассы. Сама дисциплина, она вроде бы как симбиоз трех видов спорта. Это легкая атлетика, спринт у нас 150-200 метров. Это ловесипед, гонка-преследование. Ну и непосредственно роллерная, раздельный старт, это как лыжная гонка. Во второй день юношеского первенства России участники вышли на старт гонки-преследований. Артур Антипов перед заездом, как и все спортсмены, проходит обязательную процедуру крепления тех самых электронных датчиков или чипов. На юношеское первенство Артур приехал из Великого Новгорода. Посмотрел на старших ребят, когда был маленький, они мне понравились, как катаются. И вот пришел на лыжный спорт и стал упорно заниматься. Тренер стал брать меня на сборы, и вот с этого пошел тренировки, тренировки. Не терять форму в межсезонье и продолжать завоевывать призовые места на соревнованиях. На скоростные лыжи-роллеры в летний-осенний период в основном встают спортсмены-лыжники. Раньше юниоры выступали на первенствах России вместе со взрослыми. В этом году лыжники в возрасте до 21 года соревнуются отдельно. В этом году у нас первое соревнование самостоятельное среди перевозок, среди юниоров, без взрослых. Впереди у спортсменов еще два дня соревнований – 28 и 29 июля. Пройдут они также на улице Строителя Захарова. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин